Послание Владимира Путина Федеральному Собранию уже назвали историческим. Грядут серьезные поправки в Конституцию, много положительных изменений намечается в социальной сфере. Они коснутся семей с детьми, медицины и образования. Как чебоксарцы восприняли ежегодное послание президента страны, выясняла наша съемочная группа. Каждый житель страны нашел в речи президента то, что кажется ему наиболее важным. Поддержка семей с детьми, о которой говорил Путин, хоть и была ожидаемой темой, но о такой масштабной помощи даже не думали, говорят жители Чебоксар. Материнский капитал в 466 тысяч за первенца, 616 тысяч за второго ребенка. Например, вот у меня дочка, у нее уже года первому ребенку, ее только первый ребенок исполнилось 3 года. И вот сейчас с 3 до 7 лет им будут давать пособие. Это очень большая поддержка. Такая поддержка должна оказываться, потому что действительно семьям очень тяжело с детьми. Особенно если один родитель не работающий. Конечно, такая поддержка нужна и будет хорошо, если будет ее еще больше. 550 миллиардов рублей выделят на развитие первичного звена в здравоохранении. Это строительство и оснащение поликлиник, станций, скорой помощи, ФАПов. Стоит отметить, многие предложения президента России в нашей республике уже реализуются. Я хожу, прием самую нормальную. Вот открыли у нас больницу. Мы здесь живем, все вообще хорошо. В первую очередь мы ждем, конечно, что время приема изменится, не будет как с 50-х годов, когда нам 6 минут на больного дают. Хотелось бы, чтобы было так. И чтобы не было так, что мы должны выполнить план приема. У врачей не должно быть плана приема больных. Врачи должны заниматься профилактикой. Еще одна важная тема послания – образование. С 1 сентября классные руководители в школах будут получать доплаты в размере не менее 5000 рублей. Существенная поддержка для семьи и бесплатное горячее питание для школьников начальных классов. Ответственность большая. Детей много. С разными приходится контингентом работать. Поэтому вполне возможно, что это 5000 рублей. Это нормальная оценка. Будем надеяться, ждать, повышение будет. Детей то, что будут кормить бесплатно до 4-го класса – это прекрасно. Спасибо. Жители Чебоксар дают напутствие и будущему новому правительству. Нужно, чтобы новое правительство, которое будет сформировано, оно именно повернулось лицом к простому рядовому гражданину. Вопросы. Ведь если сравним, скажем, советское время, да, вот я чуть-чуть его застал, там, 76-го года рождения, там ведь не было мер социальной поддержки определенных, вот таких вот, как материнский капитал, там, да, но люди же и рождались, и были многодетные семьи по 5 человек, да, то есть за счет чего это было? Человек был уверен, ребенок пойдет в садик, ему будет обеспечена школа, все это будет доступно, да, за самим мамой, папой, там, да, за взрослыми членами семьи будут сохранены рабочие места. Государство должно работать в этой части над чем? Над развитием именно создания рабочих мест, финансовая поддержка, там, да, именно подрастающего поколения, садики, школы. Риф от Фадкули, Надежда Яковлева, Андрей Спирдонов, Республика.